Основной набор в детскую школу искусств уже завершился. Но для тех, кто не успел уложиться в сроки, учреждение дополнительного образования проводит для детей дополнительный набор. В четверг, 24 августа, с 18 часов для всех желающих поступить в школу искусств с нового учебного года пройдут вступительные испытания. Чтобы заявиться на них, необходимо написать заявление на зачисление. Если это исполнительские отделения, то проверяется слух, музыкальная память, ритм. Если это художественное отделение, то проверяется умение владения карандашом, красками. Если это хореография, то мы смотрим в целом на ребенка, какие у него этические данные, не противопоказано ли ему заниматься хореографией. На сайте ДШИ можно найти подробную информацию о ходе вступительных испытаний. Детская школа искусств приглашает ребят научиться играть на музыкальных инструментах, петь, рисовать, мастерить своими руками и танцевать. Для ребят постарше в ДШИ есть эстрадно-джазовое отделение, где под руководством педагогов можно освоить ударные, гитару, саксофон и вокал. Для самых маленьких деток с 3 до 6 лет тоже предусмотрена отдельная программа дополнительного образования. Также принимаем маленьких детей. Это дети с 3 лет. Для них у нас организовано ранее эстетическое развитие подготовительной группы. На них они танцуют, рисуют и поют. На небюджетные мы вообще весь год принимаем заявления, поэтому можно прийти, написать заявление, поступить в нашу школу и обучаться. На бюджетные места исполнительского, художественного и хореографического отделений принимают ребят от 6,5 до 15 лет. В этом году в Детской школе искусств пройдет череда мастер-классов по танцам и изобразительному творчеству для детей и взрослых. Мероприятия доступны в том числе и по Пушкинской карте. Выбирается какая-то определенная тема, и преподаватель отрабатывает ту или иную технику на вот этом мастер-классе. Скажем так, основы какой-то темы. Классический танец, бальный танец, современный танец, если мы говорим о хореографии. Что касается ИЗО, ребята и взрослые могут рисовать натюрморты. Все подробности можно узнать по телефону 9 84 01. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24.